Всем привет! В сегодняшнем видео я хочу начать новую рубрику на канале под рабочим названием апдейты, смысл которой в том, что после выхода основных видео появилась какая-то новая информация по обозреваемым продуктам и я бы хотел ее до вас донести. Рабочее название апдейты мне на самом деле не очень нравится, возможно вы можете подсказать что-то более интересное в комментариях, буду рад. И сегодня у нас будет дополнение по трем продуктам, по гепарсишной зарядке, по раме с PDB B25 и по радиоаппаратуре Radiomaster GX12. Итак, начнем по порядку. Ну а прежде чем мы начнем, хочу попросить вас не забыть подписаться на канал, оставить комментарий и поставить лайк этому видео. Это все очень сильно помогает. Итак, начнем по порядку и начнем мы с зарядки от гепарсит. Один из зарядки, который называется VU Charger, VU Power, я до сих пор не знаю какое название они выберут. Невзирая на то, что в видео я несколько раз сказал, что я не нашел возможности как обновить прошивку, в инструкции про это ни слова нет, ребята нашли как это можно делать, достаточно ее подключить к компьютеру с зажатой кнопкой. Подключаем ее к компьютеру с зажатой кнопкой и у нас появляется новый диск. Так что возможно обновление прошивки для этой зарядки все-таки будут выходить, и если так, то гепарси имеет шансы сделать данную зарядку достаточно интересным продуктом для любителей тени вупов. Посмотрим что будет, по крайней мере они ее не забросили, не так давно они у себя на канале выпустили видео о том, как эту зарядку можно откалибровать. Если что, при калибровке зарядки я хочу напомнить, что вам надо быть уверенным в точности показания вашего мультиметра, потому что если ваш мультиметр вы не уверены, что дает точные показания, лучше не лезть в калибровку и оставить заводскую, иначе можно сделать только хуже. Второй апдейт данном видео это по поводу рамы B25. Я несколько раз говорил о том, что у меня есть сомнения по поводу прочности этих дактов, но я был не прав. У меня была возможность не специально конечно, но проверить насколько данные дакты прочные и они показали себя достаточно хорошо. Как видите, удар был достаточно сильным, да, это абсолютно вина пилота, тут как бы рама и дрон ни при чем, но тем не менее удар был достаточно сильным, дакты полностью целы, ничто не пострадало и удар пришелся на носовую часть O3, тоже расположенная в их съемном модуле, не пострадала. Поэтому в целом я считаю, что данную раму можно считать достаточно прочной. Естественно, если перпендикулярно на такой скорости влететь в бетон, может быть, все-таки она пострадает, но как минимум вот удар практически плашмя о землю, я уже практически вышел из дайва, ее не повредил. И второе дополнение по этой раме. Я говорил, что я не могу найти смысл данной модульности, если только не удобство сборки. Так вот, оказывается, с PDB решили продолжить тему модульностей и выпустили квадрик. Пока еще опять-таки нет отдельно в продаже рамы, но есть квадрик, который называется PDB Mario X3, по-моему. И рама этого PDB Mario X3 позволяет поставить на нее сменный модуль, например, для E25. То есть, получается, вы сегодня полетали на вупчике, завтра захотели полетать на трешке, сняли модуль, поставили туда. Вам не надо иметь отдельный видеомодуль под каждый ваш дрон. Это может быть достаточно удобно, если у вас немного видеомодулей, чтобы не перекидывать их, постоянно разбирая весь дрон. Не знаю, насколько они продолжат эту систему модульности в своих других квадрокоптерах. Не уверен, что, например, для фристайловой пятерки это будет хорошая идея, потому что все-таки, как бы он здесь не был защищен, все равно расположение видеомодуля внутри квадрокоптера это более защищенный вариант, чем вот так вот отдельно снаружи. Но в любом случае удобно, в любом случае стоит попробовать. Когда появится отдельно в продаже рамы, я, может быть, куплю и соберу на ней что-нибудь. И переходим к третьему апдейту на сегодня. Самому, наверное, интересному, самому, наверное, большому. Это апдейту по аппаратуре радиомастера GX12. Первое, что я могу сказать, действительно, благодаря сквозным стикам царапается у нас пластик под ним. С этим ничего не поделать. Единственное, что написал радиомастеру, предложил сделать какие-нибудь накладки, какие-нибудь липучки на эту аппаратуру, чтобы они были прямо подходящие по дизайну. Может быть, что-нибудь сделают, но можно налепить какую-нибудь просто наклейку под это место. Более интересные апдейты это то, что наконец-таки удалось выяснить, почему у некоторых данная аппаратура работала нормально, у некоторых были с ней проблемы. И, как оказалось, радиомастеры выпускали данную аппаратуру с двумя разными чипами памяти. С одним чипом памяти вот с таким проблем никаких не возникало. А вот с таким чипом памяти у людей были проблемы, когда аппаратура могла даже в поле, например, во время полета отрубить все абсолютные органы управления, кроме стиков. Не самая приятная ситуация, согласен. И даже некоторые мои подписчики в такой ситуации оказывались. Но радиомастеры совместно с разработчиками АЧТХ нашли, в чем именно заключалась проблема. И, как я понимаю, ее пофиксили. И если в первое время, когда только эта проблема появилась, они просто молча на баг-репорт высылали тебе новую материнскую плату, и, как оказалось, материнская плата на разных чипах имела одинаковую ревизию. То есть вы просто по номеру материнской платы не могли определить, какой у вас чип. Нам надо было бы ее снять, перевернуть и посмотреть глазами. Потом у них, кстати, появилась новая ревизия 1.3.2. Один из моих подписчиков в Телеграме ее уже получил. Она приходит уже на новых, однозначно работающих чипах. Но чем она отличается еще, я, например, не знаю. Ну, а на данный момент они уже не рассылают, как я понял, материнские платы и предлагают решать проблему программно, потому что разработчики АЧТХ тоже нашли, в чем заключалась проблема. Выпустили ревиз-кандидат номер 3, если я правильно помню. Вот здесь будет, например, кусочек их письма, как они рекомендуют делать, что они рекомендуют обновлять. Если вы не уверены, какой у вас чип, и если у вас чип, который имел проблемы на ранних сборках АЧТХ, то я бы рекомендовал вам все-таки обновить прошивку. Я с большими проблемами не сталкивался. У меня были проблемы только при копировании и разворачивании с бэкапа моделей. Это я делаю достаточно часто. Но никому не понравится. Своим полетом, например, отвалятся все кнопки, все свечи, останутся только стики. Это будет не самое приятное впечатление. Я абсолютно в этом уверен. Поэтому стоит обновить вашу аппаратуру на новую версию прошивки. И еще один апдейт по данной аппаратуре. Гуляет информация о том, что вот эти самые их антенны совсем непригодны к полету. Даже на 2.4, не говоря уже на 915. Я замерил эти антенны. Да, показатели действительно не самые лучшие, но и не такие плохие, которыми нас пугают. Но, естественно, все эти замеры на столе это не показатель. Все-таки это не лабораторные условия, не лабораторное оборудование. Это хоббийное оборудование. Поэтому там значение плюс-минус километр. И только практические тесты могут показать нам действительное положение дел. На 2.4 действительно совпадают с моими тестами значения. Я летаю вообще и не испытываю никаких проблем с линт-квалити. На 915 я еще не летал. Я вот только недавно как раз на SPDB поставил 915 антенну для тестов. Но даже вот настольный тест, когда приемник уже в метре от аппаратуры, на 10 милливаттах показывает вот такие вот значения, на 100 милливаттах показывают вот такие значения. Для настольного теста это весьма привычно. Осталось теперь посмотреть, как это будет в поле. Но я практически не сомневаюсь, что и в поле значения будут в пределах нормы. Опять-таки, точно так же, как с материнскими платами, не уверен, что в каждой аппаратуре у вас одинаковые антенны. Поэтому не исключено, что у кого-то антенны стоят хуже, у кого-то антенны могут действительно стоять лучше. В таком случае можно просто считать, что мне с антеннами повезло. Проведу тест в поле. Результаты будут у меня в телеграм-канале. Если интересно, подписывайтесь. Вы их там обязательно увидите. Ну а на этом первое тестовое видео данной рубрики можно считать завершенным. Кстати, буду действительно рад, если вы предложите какие-нибудь интересные названия в комментариях для нее. В остальном же на этом все. Всем спасибо, кто посмотрел. Всем хороших полетов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем счастливо и всем пока.